Пусть победит сильнейший. И за каждым из вас я буду вас особенно наблюдать. Давайте, удачи, парни! Юных футболистов из школ Щелковского района наставляет игрок-локомотива Дмитрий Баринов. Полузащитник московской команды сам начинал заниматься в Огудневском клубе «Селена», затем играл в Щелковском «Спартаке». Так что на приглашение поддержать начинающих спортсменов с готовностью откликнулся и принял участие в церемонии открытия турнира по мини-футболу в городском поселении Загорянский. Ну, знаете, наверное, это очень хорошо, что проводят такие турниры. Сам помню, по детству тоже всегда приезжал на всякие разные турниры, поэтому и для молодых, и не для молодых, как бы, народ приходит, люди играют. Скажу вам честно, что потенциал игроков в Щелковском районе и в Огуднево, и в Щелково, и во Фрязино я играл очень высокий. Мяч и памятная футболка Загорянка. Ну, чтобы, сам знаешь, выходил на матч в этой футболке. Будоража так немного, то, чтобы встретили как-никак настоящего футболиста, как бы, можно так сказать, звезду даже российского футбола. На поле стадиона «Спартак» встретились команды из пяти школ. Соревнования проходили под знаком всероссийской акции «Здоровье твоего богатства», направленной на популяризацию именно массового спорта. Инициатором турнира выступило межмуниципальное управление МВД России «Щелковское». С инициативой к нам обратилась УВД, наша «Щелковская», что популяризация массового спорта. Мы решили заняться воспитанием. Воспитание начинается с чего? В первую очередь со спорта. Мы решили организовать такой турнир с привлечением не только местного населения, но и сотрудников полиции, общественников, членов общественного совета. Прежде всего, сотрудники полиции своим примером покажут, что необходимо заниматься спортом. Сотрудники полиции действительно подали личный пример в самом буквальном смысле. Во втором этапе турнира на равных встретились команды из, казалось бы, совершенно разных структур. Команда ОМОН «Зубар» противостояла сборной преподавателей школ «Щелковского района», ну а работники администрации Загорянского гоняли мяч сотрудниками полиции. Согласитесь, звучит достаточно невероятно. Представители ОМОНа признаются, что для них это также в новинку. Хотя раньше играли в сборные на внутренних соревнованиях МВД, но впервые вот так просто встречаются на поле с командами других учреждений. Это достаточно приятно, скажем так. И опять же, если брать, например, администрацию, да, то там работают наши бывшие сотрудники, с которыми приятно встретиться, вспомнить старые времена. Такие мероприятия чаще всего дарят позитив людям. Да, и опять же, это спортивное развитие, как мы знаем, до нас играли дети, вот, посмотрели на них, смотрим, что футбол у нас процветает в «Щелковском районе». И это уже хорошо. Надеюсь, многие из них потом впоследствии будут играть и в сборной России, возможно. Среди играющих ребят и правда есть начинающие профессионалы. Так, например, в команде Серковской школы многие занимаются не первый год и уже начинают проходить подготовку в резервах крупных спортклубов. Было предложение, типа, в КПРФ поехать на просмотр, вот завтра поеду, посмотрю, что будет. Все же интересно, прийти поиграть там с друзьями, на интерес хотя бы, желание все равно есть. Ну, в общем, есть разные ребята, есть кто-то занимается профессионально, есть кто-то просто со школы приехали поиграть. Занимаюсь уже профессионально три года. Футбол для нас это жизнь, скажу вам так. Ну, это чисто помериться своими силами, сыграть и посмотреть, кто лучший. Ребята неспроста в шлемах. Для юных футболистов из школ района сотрудники полиции подготовили небольшой интерактив. Каждый желающий мог ненадолго примерить на себя роль защитника правопорядка вместе с бронежилетом. На нас надет бронежилет, не знаю, какого класса, серии там, но явно хороший бронежилет. И шлем, который поможет, если что, ну, думаю, не при пулях, конечно, но все равно поможет, какую-то свою лепку внесет. Мечтали, мечтали померить. Вот, померили на празднике Загорянки. В юношеской группе места на соревнованиях распределились следующим образом. Первое место – Серковская школа. Вторыми стали игроки администрации городского поселения Загорянский. На третьем месте оказались учителя поселковых школ. Но, пожалуй, не такое уж большое значение имеют награды, когда речь идет о массовом спорте. Главное – встретиться на поле с друзьями за любимой игрой. И этой цели организаторам достичь определенно удалось. В следующем году планируют повторить.